В их ногтях можно спрятать краску или пасту. На пожар сразу приехал мэр города. Черт его знает, может быть он просто не хочет позориться. Поэтому ищет любые способы, чтобы зарисоваться. В общем, берите мужиков на работу. Привет, это я, Андрей Богданович, и это мой погляд. Каждую неделю я просматриваю Кировоградский интернет и комментирую то, что мне понравилось или не понравилось. На этой неделе это очередная попытка Горбунова пропиариться на наших с вами деньгах газовый Армагеддон в Кропивницком и местное кольцо Всевластия. Ну, о выборах. Ну, все логично. Зеленский и Порошенко. Порошенко и Зеленский. Ждем второго тура. Правда, что теперь делает Черноиваненко? Что ему постить у себя на странице в Фейсбук? Свою деятельность он не постит, потому что ее нет практически. Черт его знает. Может быть он просто не хочет позориться? Ну, действительно, что постить? Чем он там занимается на посту главы облсовета? Он и сам не знает. Постами груши околачивает. Целый день 31 марта меня спасал Мустафан Айем своими уже традиционными алкогольными экзитполами. Зеленского он назвал Зебровкой, Порошенко шоколадным ликером, Тимошенко вдова Клико. Бойко у него был водкой русская. Ну, все предсказуемо, как и результат. Интересно, как проголосовала Кировоградщина. Уже во вторник посмотрим на приблизительно честные результаты. А пока можем только предполагать. Я даже не знаю. Не буду зарекаться. Даже зная результаты экзитполов, пока знаю только вот такие. По инфе социуса и национального экзитпола первый Зеленский, второй Порошенко, третья Тимошенко, именно та, которая Юлия, четвертый Бойко и пятый Гриценко. Кандидат за всех. На этой неделе в Киеве решали, сколько денег выделить для ремонта областных дорог в Кировоградской области, соответственно. Сумма всей истории где-то 487 миллионов гривен. Сумма неплохая. На 10% от нее претендовали коммунальные дороги, даже на 20. А это почти 90 миллионов гривен. То есть в городах типа Светловодск, Александрия, другие города ждали этих денег. Согласитесь, деньги нужны для горожан. Но нет. Дальше идет моя фантазия, почему деньги для Кировоградской области были практически заблокированы. Об этом писал Кировоград24. Несмотря на прекрасную погоду, когда, казалось бы, можно ремонтировать дороги и деньги нужны катастрофично практически для того, чтобы был новый асфальт, именно в это время нардеп Горбунов решает, что зачем эти деньги для какой-то Александрии, для какого-то Светловодска, для каких-то других городов. Главное же Кропивницкий. Это же его округ, где Горбунов инициатор всех инициатив. И Горбунов пытается протащить решение, чтобы больше половины денег на коммунальные дороги пошло именно на Кропивницкий. Там, конечно, бы он раздул, что он инициатор выделения для Кропивницкого бабла, тыс, ведь, на дороге. Но что сказать Светловодску, Долинской, Александрии? Горбунову пофиг. Тьфу на вас. Это не его округ. Кто там знает Горбунова как инициатора всех инициатив? В общем, слава богу, вопрос принесли на доработку. Потому что Горбунов, оказывается, еще и решение под комиссией решил немного, как бы это сказать, выдать желаемое за действительное. Короче, чтобы вы знали, и Горбунов сильно хочет остаться нардепом. Поэтому ищет любые способы, чтобы зарисоваться. За счет жителей Светловодска, Александрии, Долинской, ну и других городов Кировоградской области. Тьфу на вас еще раз. То, что все мы увидели в Фейсбуке на этой неделе, это был пиздец. Взорвалась на Киевской газовая заправка. Цистерны летали над головой. Люди в Инстаграме набирали тысячи просмотров и подписчиков. Молодежь рванула немного хайпануть на пожаре. Зевак собралось больше, чем спасателей. На пожар сразу приехал мэр города. Сам огонь тушили около часа. Пострадало трое. И вот, кстати, это просто знак Божий. Потому что рвани эта заправка днем, судя по тому, что недалеко жилые дома, то могли реально погибнуть люди. Жители на Ковалевке выходили на улицу с вещами. Ну и прекрасно, что после инцидента ребята, которые имели отношение к заправке, пытались тупо сбежать со стороны. Ну, во всяком случае, один из них. То есть, вот это жлобство наше, знаете. Типа, а зачем эта инструкция по безопасности? А кто в горсовете выдавал разрешение на эту заправку? А кто контролировал? Мы с Валерием Петровичем и с начальником управления транспорта таких дозволов не давали. Опять дереба? Мы вылезли, значит, пожаром вот так вот, да? Дорогие руководители и депутаты, вы, кстати, подумайте, что взрыв на заправке это снаряд, который может рвануть и возле вашего дома. Не дай бог. Выборы были спокойными на Кировоградщине, но не обошлось без приколов. Прикол в том, что перебдели. В Александрии, значит, появилась инфа, что начали покупать избирателей. Мол, какие-то бумажки, деньги, бюллетени и все это на стадионе Ника в Александрии. Оказалось, люди просто покупали билеты на футбол. Ну, кто мог подумать, что под футбол Александрия Шахтер люди пойдут покупать билеты, правда? Но это хорошо, что у нас такие смышленые журналисты. Лучше перебдеть. Буквально за день до выборов у меня появилась информация, что в Кропивницком появились кольца всевластия. Вот они. Но, во всяком случае, одно из них. На самом деле, это не фото прям кольца из Кировоградской области. Это иллюстрация из интернета. Это предполагаемая политтехнология. Когда результат не устраивает какую-то сторону, то, что на избирком эти, которые считают голоса, надевают эти кольца и портят бюллетени. Посмотрите на это кольцо внимательно. На нем прикреплен стержень от ручки, и можно ставить любые значки в бюллетени. А если такой значок есть на нем, все. Этот бюллетень недействителен. Где наш Фродо, который может собрать такие кольца и выкинуть чертовой матери? Но согласитесь, технологичненько. Вот это да. И откуда такая смекалка? Мало того, кроме колец, есть вариант для женщин с маникюром. В их ногтях можно спрятать краску или пасту, испортить бюллетень. В общем, берите мужиков на работу. Колец они обычно не носят. Ну, а маникюр и подобное. И на этом все. Лайкайте, комментируйте. Помните, все измениваются на краще, кроме фейсбук-странички главы облсовета Александра Черноиваненко. Пока.